Преображение Господне – один из 12 важнейших праздников православной церкви. Его возникновение связано с евангельским событием, когда Иисус Христос предстал на горе Фавор перед своими учениками во всей божественной славе. В Библии говорится, во время молитвы его лицо просияло, как солнце, а одежды стали сверкающими и белыми, как свет. Каждый раз, каждый год, когда мы снова и снова повторяем этот праздник, мы стремимся к тому, чтобы вера наша была более крепкой, чтобы нам прочувствовать силу и свет, и энергию божества и самим получить это преображение. К середине августа обычно спеют груши, сливы, виноград и яблоки. Отсюда и пошло второе народное название праздника – яблочный спас. С яблочного спаса в садах начинается горячая пора. Яблоки заготавливают впрок по различным рецептам. Их сушат, замачивают, консервируют. Считается, что после спаса лето начинает уступать свои права следующему сезону. В этот день во всех храмах Бобруйска проходили праздничные богослужения. По традиции верующие приносили в церковь фрукты в знак благодарности Богу за щедрый урожай. После литургии дары природы окрепляли святой водой. У нас праздник урожая. Мы имеем славу Божью. Это с Божьей помощью. Все выращено. Нам Бог послал, и мы идем, почитаем. Все это был виноград выражен первый в Иерусалиме. И вот оттуда и пошло все. И мы идем и исповедуем веру православную. Это праздник наших предков. Мы его всегда чтим, помним. Поэтому мы на каждые большие праздники посещаем церковь. Это большой праздник для нас. Так что желаю, чтобы больше народа к этому делу приобщилось. От этого люди становятся добрее, лучше. Продолжением светлого праздника стал крестный ход. Верующие с песнопениями проследовали по улице Минской, от Николософийской церкви до строящегося храма. Символично, что он будет назван в честь преображения Господня. Здесь у ворот епископ Бобруйский Быховский Серафим прочитал молитву и осветил фрукты. Людмила Любимцева, Максим Галенка, Бобруйск, 360. Редактор субтитров А.Семкин